Добрый вечер всем, кто присоединился к нам на телеканале Видное ТВ. Деятельность сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения всегда является предметом приставленного внимания как граждан, так и властных структур. Соответственно, возникает немало вопросов по работе инспекции. Часть из них мы рассмотрим с нашим гостем, начальником отдела ГИБДД Управления МВД России по Ленинскому району Анатолием Баландиным. Здравствуйте, Анатолий Васильевич. Добрый вечер. Ну, наверное, сразу с места в карьер. Прошлый год был богат на различные события и хорошие и плохие. А каково было состояние аварийности на дорогах Ленинского городского округа по итогам 2019 года? За 2019 год на автодорогах, обслуживающих ЛГИБДД УМВД России по Ленинскому району, произошло 74 ДТП с пострадавшими. Рост составил 21%. Если взять аналогичный период прошлого года, то в прошлом году было 61 ДТП с пострадавшими. В дорожных транспортных происшествиях пострадало 81 человек. В прошлом году 60. Соответственно, тоже получается рост. Погибло 10 человек. В аналогичном периоде 2018 года 7 человек. В дорожных транспортных происшествиях ранено 11 детей. За 2018 год было 10 детей пострадали. Погибших детей, слава богу, нет. За 12 месяцев 2019 года концентрация мест ДТП не выявлена на нашем подвесной территории. То есть они равномерно расположены? То есть место концентрации ДТП считается? Если ДТП с пострадавшими пошло неоднократно. Либо аналогичное ДТП более 5 без пострадавших. На ваш взгляд, а почему произошел такой рост аварийности? В том числе по всем практически показателям? Если мое личное мнение взять, то это из-за того, что количество жителей увеличилось. Соответственно, у каждого жителя появилась возможность приехать на автомобили, уехать на автомобили. Если, допустим, рассматривать те же временные интервалы по ДТП, то максимальное число происшествий в период времени с 7 до 8 вечера. Это тот период времени, когда жители, граждане наши возвращаются из Москвы к себе домой. Соответственно, начиная от района Дрожжино, заканчивая Молково, поселком Володарского. Ну, несложно представить, что, наверное, второе время, когда опять же происходит большое количество ДТП, это утро. Это утро, да. Так же, когда все стараются выехать на работу. Прошел, можно сказать, один месяц. Какова тенденция в этом году? За январь 2020 года на автодорогах, обслуживаемых ОГИБДД, произошло 7 ДТП, страдавших. Рост составил 42%. Потому что в аналогичном месяце 2019 года было 4 ДТП. В дорожных транспортных происшествиях ранено 15 человек. В прошлом году, так же, как и аварии, было 4. Слава богу, никто не погиб. Но можно отметить снижение ДТП с материальным ущербом ровно на 50%. Но, видимо, опять же, это связано с тем, что аномально теплая зима. Да. По всей видимости, с этим можно связать. То есть, у нас же, как обычно, выпадает снег. Так называемый день жестянщика. А здесь таких дней, в общем-то, в январе, по сути дела, и не было. Может быть, пара-тройка дней. Ну, получается так, да. Можно на это. Ясно. У нас здесь есть несколько вопросов от зрителей. Люди задают вопросы, в том числе и в социальных сетях, где мы размещаем анонсы наших прямых эфиров. Очень сложно поставить жителям видного машину на учет. Очень часто талонов нет. Что делать? И почему, собственно, такая ситуация, видимо, люди интересуются? Ну, потому что граждане приходят, выбирают на удобное себе время эти талоны, берут, соответственно, и по мере тех дней, когда они выбирают, талоны заполняются. Что можно сделать? Записаться на портале госуслуг. То есть, также выбираем любой удобный для себя день, время, забиваем свои данные и регистрируемся. Соответственно, при регистрации на портале госуслуг вы получаете не только удобное для вас время, но и дату того, когда вы придете, но еще скидку при оплате госпошлины. Ну, многие отмечают, что, например, где-нибудь в соседнем районе там очень много, там даже можно, образно говоря, на завтра записаться. Что в Видном сделать довольно сложно. Это по каким-то объективным причинам происходит? Здесь можно отметить приближенность к московскому региону. То есть, через дорогу есть перейти, МКАД, уже будет Москва. Жителей там в два раза больше, соответственно, организаций больше. Все хотят в скором времени поставить свое транспортное средство на регистрационный учет. Поэтому они обращаются не только в московские отделения регистрации, но и также в ближайшие, которые находятся за МКАДом. Наш район не исключение, поэтому очереди у нас небольшие, но существует. Еще один вопрос. В последнее время участились случаи аварии с участием водителей автобусов. Они нередко разговаривают по телефону во время движения. Ну, даже я вот сам лично видел, несколько раз в социальных сетях люди снимают это все. Принимаются ли к подобным нарушителям какие-то меры? Насколько я знаю, совсем недавно была еще какая-то серьезная авария с участием автобуса. Ну, вот буквально вчера было ТТП с автобусом. Также по предварительным данным по вине самого же водителя въехал в стоящее транспортное средство. Сам пострадал, по данным врачам, предварительно тяжкий вред здоровью, возможно быть. И также пассажиры. Ну, пассажиров небольшое количество, 6 человек. У них различные степени стяжести, там не очень серьезные, в основном ушибы и ссадины. Работа ведется с автобусными парками, ведется постоянно. Ну, то есть, с представителями мы беседуем о поведении, о культуре поведения непосредственно водителей. С самими водителями беседуем о том, что, ну, соблюдение правил дорожного движения, потому что они отвечают не только за свою жизнь и за жизнь соседнего участника, но и также потому что они перевозят пассажиров, что довольно-таки очень опасно. Если произойдет ДТП, будет большое количество пострадавших, соответственно, травм, ну и тяжесть последствий тоже может из-за этого увеличиться. А вот, скажем, как-то люди могут отреагировать, вот он, например, снял, то есть, как правило, это все выкладывается в социальные сети. Вот смотрите, как все плохо. А еще каким-то образом можно сами жители, сами граждане, сами пассажиры оказать воздействие на процесс? Да, можно, можно оказать воздействие. У нас круглосуточно работает дежурный, он принимает все звонки, то есть, можно по телефону дежурной части спокойно обращаться, указывать дату, время, соответственно, транспортное средство, в котором передвигается время, ну, никакого туда не составляет этих, работа такая ведется по обращениям граждан. Мы водителей, соответственно, вычисляем и привлекаем к административной ответственности. Также плюс к этому вызываем представителя работодателя, которому ставим данного товарища на вид, чтобы он тоже принимал соответствующие меры. То есть, можно записываться, ну, позвонить к нам, а также оставить письменное обращение в электронном виде на официальном сайте ГИБДД. И еще один вопрос. На Красном Камне, да я, насколько знаю, по всему Ленинскому городскому округу такая проблема возникает, часто водители игнорируют правила стоянки. Как сигнализировать и куда о таких нарушителях? Сигнализировать также можно в телефон дежурной части, прям в прямом, так сказать, эфире, сообщить дежурному в дневное время, так же, как и в ночное, у нас работает экипаж, который может эвакуировать данное транспортное средство, либо, если эвакуация не предусмотрена определенными правилами, соответственно, приедет экипаж и привлечет данного водителя к ответственности к административной. Ну и также я знаю, что сейчас работает программа, где можно сфотографировать номера автомобиля нарушителя, в том числе, если он, допустим, припарковался на газоне, да, что тоже является нарушением. Да, да, это все... И отправить на добродел, если не ошибаюсь. Можно на добродел, можно на официальный сайт, все выкладывать. Главное, не забывайте указывать дату, время происшествия и свои контактные данные. Хорошо. Прежде чем мы продолжим, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который сняли мои коллеги. В рамках проекта «Маленький пассажир. Большая ответственность» госавтоинспекция продолжает проводить тематические акции, во время которых самым юным участникам дорожного движения рассказывают о правилах поведения на проезжей части. На этот раз мероприятие организовали для воспитанников детского сада номер один «Журавушка». Какой загорелся сигнал? Что это машины все поехали? Зеленый. Это для кого горит сигнал? Для машин. Правильно, для машин. То есть у нас здесь светофор работает и регулирует движение машинам и пешеходам. После рассказа о работе светофора ребята вместе с сотрудниками ГИБДД и воспитателями переходили на другую сторону дороги, держа в руках знак «Осторожно, дети». Также участники акции напомнили водителям о правилах перевозки детей. Как известно, делать это можно только в специальном удерживающем кресле. Автомобилисты реагировали на это с пониманием и отмечали пользу проведения подобных акций. Я считаю, что заинтересованы должны быть все взрослые. Это же безопасность наших детей. Не только я считаю, так должны считать все. Даже несмотря на то, что вам надо проехать пусть 200 метров будет, но все равно это надо будет сделать. А уж если люди едут куда-то очень далеко, то безопасность тут вообще должна быть на самом высоком уровне. Но, к сожалению, не все автолюбители, перевозящие детей, оказались такими ответственными. В процессе данного мероприятия акции «Маленький пассажир большой ответственности» был выявлен. Один правонарушитель, перевозивший ребенка без детского удерживающего устройства. Ну и, соответственно, составленный административный материал. Системная воспитательная работа проводится в образовательных учреждениях муниципалитета уже давно. Ведь легче всего знания в младшем возрасте усваиваются именно в игровой форме. Мы считаем, что безопасность детей – это тоже очень главное направление в нашей работе. Потому что именно дошкольное образование – это первая ступень образования детей. Мы прививаем знания, навыки, показываем своим примером, что нельзя так поступать, показываем, что надо ходить в яркой одежде, со светоотражающими элементами. Совместные акции по пропаганде безопасности дорожного движения будут продолжены. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ Ну, признаться, я сам часто принимаю участие в съемке подобных сюжетов. Хочу отметить, что жители, водители всегда очень хорошо относятся к подобным акциям. Но на самом деле, как обстоят дела с детским дорожно-транспортным травматизмом по итогам 2019 года? То есть, действительно ли все так радужно или все-таки не совсем? За 2019 год зарегистрировано 14 ДТП с участием детей и подростков до 18 лет. Аналогичный период – это 10 ДТП. То есть, у нас произошел небольшой рост в количестве четырех. Это получается 11 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Аналогичный период – это 8. Погибших детей нет ни в этом году, ни в прошлом. 11 детей получили травмы различной степени тяжести. А скажите, в основном, это какого рода происшествия? Это вот, либо как здесь, в этом сюжете было, то есть, ребенок был в машине, и, соответственно, он попал в аварию вместе со своими родителями? Или пешеходный переход? Или каковы обстоятельства основные? Как-то есть какая-то статистика? Да, основные участники ДТП – дети, это пешеходы. То есть, те дети, которые попадают в столкновение с ТС, находясь в самих транспортных средствах, это два ребенка всего лишь. То есть, большинство ДТП происходит с детьми, когда они находятся на проезжей части, то есть, пешком. Это то, будь то пешеходный переход, регулируемый, нерегулируемый, либо на проезжей части в дворовых территориях, придворовых территориях. То есть, такие ДТП. Ну, по опыту, действительно, во всех этих случаях есть большая доля вины именно автолюбителя? Или все-таки и сами дети не соблюдают правила и, образно говоря, выбегают, не посмотрев, допустим, то, что движется ТТП? Мы же понимаем, что за две секунды остановить огромную махину не возможно. Но мы, как взрослые, как владельцы ТТС, как водители, должны понимать, что обвинить ребенка в поведении, нарушив он правила или нет, очень сложно. То есть, действительно, у некоторых детей имеет место быть культура, то есть, поведение. Он может заиграться, ну, в порыве игры, просто начать движение, не посмотрев, как того предписывают, как его учат в детских садах, в школах, в разные стороны, посмотрев, приближается автомобиль, либо нет. И тем самым, то есть, водитель не имеет просто возможности среагировать на это. Также некоторые дети передвигаются на пешеходных переходах, на велосипедах, самокатах, роликах. Что, в принципе, тоже затрудняет некоторым водителям принять те меры, которые, ну, для столкновения, для избежания ДТП. Ну вот, вы как раз упомянули тому, чему учат в школах, чему учат в детских садах. А вот мы посмотрели подобную акцию. А какие еще мероприятия проводятся для того, чтобы популяризировать правила дорожного движения, объяснить их детям, объяснить то, как вести себя на дороге, опять же, как вести себя, может быть, в автомобиле в том числе? Организованно и проведено профилактических мероприятий по профилактике ДТП и снижению тяжести последствий 158. То есть, это наши сотрудники посещали детские сады, находящиеся на нашей территории, школьные, дошкольные, соответственно, высшее образование, среднее образование. И доводили до детей ту культуру, те правила, которые они должны создать, как пешеходы. Это можно отметить, вот как раз при пешеходах засветись акция у нас была. Это, то есть, популяризация светоотражающих элементов на одежде. Можно не только на одежде, но и на рюкзаках, на обуви. Ну, то есть, везде, что может отразить свет, чтобы увеличить внимание водителя к пешеходу. Стань, заметнее, но тоже ходят в эту акцию. То есть, в этих акциях наши сотрудники раздают специальные фликеры детям, объясняют их полезность в использовании. Безопасный двор. То есть, у нас проходила такая акция, это когда детям объясняли, как нужно себя вести во дворе. То есть, ну, соответственно, есть закрытые детские площадки, есть открытые, где водители подъезжают к домам, соответственно, подъезжают к своим подъездам, где они паркуются. Вот эти вот моменты, когда ты выбегаешь с площадки, как нужно посмотреть налево, направо. Тоже скорость движения на тех же велосипедах, на тех же самокатах. То есть, использование наушников во время игры, во время переходов проезжих частей. Все это очень важно для детей. И мы стараемся это донести не только, в первую очередь, для детей, для детского мышления, но и для взрослых. Потому что все дети обращают внимание на взрослых. Как ведет себя взрослый, соответственно, он с этого берет пример, и также ведет сам себя. Ну, вот это что касается детей. А если говорить о взрослых, часто ли проводятся всевозможные рейды по профилактике тех или иных нарушений? Да, у нас периодически проходят профилактические мероприятия. Вот сейчас с 3 февраля по 12 апреля проводится в Московской области социальный раунд по безопасности дорожного движения. Называется «Маленький пассажир. Большая ответственность». То есть, она предупреждает, чтобы взрослые при управлении транспортным средством и перевозки пассажиров, маленьких пассажиров, использовали специальное удерживающее устройство. Данный раунд заключается не в том, чтобы еще наказать, но и популяризировать использование удерживающих устройств, дабы сократить тяжесть последствий при ДТП без их использования. Мы их не только наказываем, но и разъясняем, для чего это нужно, почему это нужно, как это используется, почему это используется. На всех уровнях, во всех торговых центрах проводим мероприятия, на заправочных станциях, в своем же подразделении, лицам, которые сдают экзамены, которые будут кандидаты водителей, им все это разъясняется. Ну, они, в принципе, это должны знать. Те, кто приходят ставить на учет транспортные средства, то есть с привлечением общественности, с привлечением масс, СМИ, то есть это все надо доводить до водителей, чтобы они понимали, чтобы дети, садясь в автомобиль в специально удерживающее устройство, сами уже себя смогли пристегнуть. Работа идет по всем фронтам. Да, работа идет по всем фронтам. У нас потихоньку время нашего эфира подходит к концу, и у меня есть еще несколько вопросов от зрителей. Правда ли, что сейчас бустеры отменили и перевозить детей можно либо только в детских креслах, либо, если ребенок достаточно вырос, просто на заднем сидении, ну, видимо, пристегнутом немнем? Нет, бустеры не отменяли. Там правило предусматривает, что необходимо специально удерживающее устройство, соответствующее весу, росту, соответственно, размеру ребенка. Детей можно перевозить с 12 лет без этих специальных удерживающих устройств, просто с применением ремня безопасности, которое предусмотрено транспортным средством. Можно ли сохранить регистрационные знаки при продаже автотранспортных средств? Да, регистрационные знаки можно сохранить в любом отделении МРЭО, в регистрационном отделении на год, ну, то есть, один календарный год. То есть, надо прийти и написать заявление о том, что вы хотите сохранить данные государственные регистрационные знаки за собой. Единственный момент, сейчас изменилось у нас немного законодательство, и те номерные знаки, которые не соответствуют код номерного знака, не соответствуют прописке регистрации в вашем паспорте, за вами сохранены не будут. А год, то есть, я правильно понял, вы продаете машину, и вот целый год, пока, образно говоря, не купите следующую, он сохраняется, этот номер сохраняется за вами. Понятно. И еще один вопрос. Может ли житель другого субъекта РФ зарегистрировать транспортные средства в регистрационных отделениях Московской области? Житель любого субъекта может зарегистрировать транспортные средства в любом отделении МРЭО. То есть, нет, а еще вот... Не в зависимости от той регистрации, которая у него есть. Будь то, например, владелец транспортного средства зарегистрирован в Ростовской области. Автомашина призывается номер с цифровым регионом в Ростовской области. Но постоянно... Находясь, то есть, обратившись, допустим, в наше отделение регистрации. А в нашем отделении регистрации есть номера, допустим, со всей России? Нет, там немного изменилось. Там заключается в том, что программа сейчас стала региональная. И мы, находясь здесь, подтягиваем регистрационный знак, который находится в Ростовской области. Свободный регистрационный знак мы ему присваиваем, выдаем свидетельства. Единственное, что законодательство сейчас предусматривает, что мы перестали выдавать регистрационные знаки. Мы их присваиваем, но выдавать мы их не можем. Для этого гражданам необходимо обратиться в организацию, имеющую лицензию на изготовление данных государственных регистрационных знаков. Соответственно, он там платит ту пошлину, которую раньше платил в отделении МРЭО, для того, чтобы они изготовили. Законодательством предусмотрено, что это не более 2000 рублей они должны взимать плату за изготовление государственных регистрационных знаков. Ну, остались, скажем так, считанные секунды нашего эфира. Вы имеете возможность обратиться к нашим зрителям, автолюбителям, пешеходам с каким-нибудь приветственным словом. Что хотелось сказать? Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны к участникам дорожного движения, которые находятся в вашем транспортном средстве, которые едут с соседним транспортным средством, которые переходят в проезжие части, которые находятся на проезжих частях. Не оставайтесь равнодушными ко всем участникам дорожного движения. Ну, и, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Отлично, ни жезла. Как интересное пожелание от сотрудника ГИБДД. Хорошо, Анатолий Васильевич, спасибо большое, что пришли к нам на эфир и ответили на наши вопросы. А я напомню, что мы беседовали с начальником отдела ГИБДД Управления МВД России по Ленинскому району Анатолием Баландиным. До встречи. Анатолий Васильевич, Казахстан. Анатолий Васильевич, Казахстан. Анатолий Васильевич, Казахстан. Анатолий Васильевич, Казахстан. Продолжение следует...